Америка Скажу сейчас то, о чем никогда не говорил публично. Скажу об этом впервые. В 2000 году, во время визита в Москву, уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона, я спросил его, а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО? Не буду раскрывать все подробности этой беседы. Но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весьма сдержанной. А как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны. Это открытая поддержка террористов на Северном Кавказе. Пренебрежительное отношение к нашим требованиям и озабоченностям в сфере безопасности, в расширении НАТО, выход из договора по ПРО и так далее, и так далее. Так и хочется спросить, зачем? Зачем все это? Ради чего? Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага? Ответ только один. Дело не в нашем политическом режиме, не в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая, самостоятельная страна, как Россия. В этом ответ на все вопросы. Это и есть источник традиционной американской политики на российском направлении. Отсюда и отношение ко всем нашим предложениям в сфере безопасности. Сегодня достаточно одного взгляда на карту, чтобы увидеть, как западные страны сдержали обещание не допустить продвижения НАТО на восток. Попросту обманули. Мы получили одну за другой пять волн расширения НАТО. В 1999 году в альянс были приняты Польша, Чехия, Венгрия. В 2004 году Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения. В 2009 году Албания и Хорватия. В 2017 году Черногоя. В 2020 году Северная Македония. В результате альянс его военная инфраструктура вышли непосредственно к границам России. Это и стало одной из ключевых причин кризиса евробезопасности. Самым негативным образом сказалось на всей системе международных отношений привело к утрате взаимного доверия. Ситуация продолжает деградировать, в том числе в стратегической сфере. Так в Румынии и Польше в рамках проекта США по созданию глобальной ПРО разворачиваются позиционные районы для противоракет. Хорошо известно, что размещенные здесь спусковые установки могут быть использованы для крылатых ракет «Тамагавк» – ударных наступательных систем. Продолжение следует... Играет умение, понимаете, украинские партии. Многие люди не думают, что президент американец и президент русский могут быть установлены борьбы. Мы были врагов для меня за долгое время. Когда я был в школе, Россия был врагов. Теперь студенты учатся в школе знают, что Россия является другим. Я не имею плохую отношение с Путином. Когда мы говорим, они честные, они благотворны. Я знаю, что пресса любит focus на язык тела, и он имеет такой славу, смотря как борт-код, в боковой классе. Но, правда, когда мы в общих сочетаниях, часто это очень продуктивно. I respect Putin. He's a strong leader, I can tell you that, unlike what we have. President Putin called me up very nicely to congratulate me on the win of the election. Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why do you think our country's so innocent? I like Putin. He likes me. You know, we get along. Wouldn't you say it's smart to get along? Okay? Smart. So what specifically will you do differently to change Vladimir Putin's behavior? Well, first of all, there's no guarantee you can change a person's behavior or the behavior of his country. Autocrats have enormous power. They don't have to answer to a public. Why do you think he hasn't changed his behavior in spite of everything the U.S. has done to this point? He's Vladimir Putin. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Putin's 행ва . . . Продолжение следует...